Девушки отдыхают Девушки отдыхают No other aircraft in use can conquer the sky Defy the laws of gravity as though negating the laws of physics Just like the Su-35S Take a look at this upside down spin And it's not just in service It has already been tried and tested in combat in Syria Today the guest from the future is the headliner of combat approved Su-35S A guest from the future This is the only program where Zvezda TV viewers will have an exclusive First time look at how the Su-35S is prepped for chemical warfare We'll also see how these aircraft carry out their service in the area boarding the USA We'll show you everything no longer classified Precision bombing Missile launching And a unique electronic countermeasure system For one time only Today we'll show you how this aircraft is tested And assembled But most importantly We'll finally explain how this aircraft can avoid a fatal missile strike to its rear So that incidents such as the one in Turkey will never be repeated A show about top-of-the-line Russian weaponry The people who create it And about the specialists with access to secret documents Who use them every day to control the country's most important And therefore most classified military projects Combat approval Это Дальний Восток Пресностей Комсомольск на Амуре Военный аэродром Дженге Именно сюда поставили самую первую партию самых современных российских истребителей. Вот он идет, красавец Су-35С. Продолжение следует... 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 Собирают Су-35 в тех же цехах, где и самолет пятого поколения Т-50 Вот сейчас на этом месте идет сборка хвостовой части фюзеляжа Из чего сделан этот истребитель? Вот, все несущие конструкции сделаны из титана Он серого цвета, желтый, это дюраль То место, куда я сейчас погружаюсь, здесь позже будет установлен двигатель И вот на Су-35 сделано то, чего раньше не было на других самолетах Несмотря на высокие температуры, здесь поставили дополнительный топливный бак Basically, fitting fuel tanks in all the gaps inside the framework Is a feature of all modern fighters Many have tried to solve this task, but have they succeeded? If we compare the range of the closest competitors among the fourth generation fighters Then we'll see that the French Rafale does 1200 miles The Swedish Gripen does 1400 miles The English-German-Italian Typhoon 1590 And the American F-18 1670 Only the Russian Su-35 holds the absolute record 2200 miles А вот эта емкость в крыле, это тоже топливные баки? Да И много помещается топлива в крылья? 970 Почти тонна Но эта тонна же будет в полете гулять влево-вправо Ну для этого у нас, для балансира, необходим, так называемый ППУ, пенополиуретан Топливо попадает сюда, как бы застаивается, южа, не болтается The polyurethane foam is just like a regular sponge The kerosene absorbed by it doesn't generate explosive fumes This tank with PU foam won't ignite even when hit with a bullet Как вы думаете, что делают инженеры наземных служб после того, как истребитель приземлился? Делают они вот, что подходят к воздухозаборнику и лезут вот туда, к двигателю Кстати, как шутят летчики, объясняя принцип работы реактивного двигателя Отсюда сосет, вот туда дует Так вот, для этого и лезу, чтобы посмотреть, не насосало ли сюда чего-то ненужного Камушков, железосых, прочего мусора Чтобы вот эти лопатки ротора были в идеальном состоянии Before the flight, they warm up the engines Rev them up And only then can the plane be considered ready for flight И вот сегодня у нас есть уникальная возможность полетать на реальном боевом истребителе К сожалению, в режиме тренажера, хотя, может быть, и к счастью Так, пристегиваться мы не будем, а подогнать сиденье подростков стоит Вот в чем особенность Су-35, сразу после взлета Мы можем перевести этот истребитель в автоматический режим И все, начиная с этого момента, летчик, в прямом смысле этого слова Может сидеть в кабине с высотой поднятыми руками и получать удовольствие В этот момент машина движется согласно полетному заданию Но и это еще не все В том самом районе, куда мы направили машину Мы можем посмотреть, нет ли там сейчас вражеских целей Мы подводим перекрестья, задаем цель Направляем самолет к этому объекту И дальше он точно так же, автоматически, без помощи пилота, движется к этой цели Нам остается дождаться только команды на пуск ракет Мы расскажем вам позже о том, как Су-35С формирует миссии И вот еще одна новинка специально для Су-35 создали абсолютно новые органы управления Это в машине у вас как минимум две педали, коробка переключения передач, руль, поворотники, множество других кнопок А здесь всего-навсего две ручки, два рычага На них выведены и управление двигателем, и пилотирование, и пуск ракеты, и пушка для ведения на цель Ну, разве не произведение искусства? Получается, что только большой палец отвечает за раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь кнопок Ну, тренировки, все достигается тренировкой Проведение качественного проведения тренажей на земле перед полетом При подготовке к полетам, соответственно, все отрабатывается на земле Теперь представьте, что ты контролируешь такой пианом, но... ...и ключи станут либо жестким или слабым, depending на г-форс Дизайнеры решили даже этот вопрос Кроме того, они выполнили концепцию «Wingman-Leader» для первого раза в этом fighter Это означает, что когда корабли в форме, он лидер может контролить любой приближный корабль Командирский самолет имеет данные о каждом самолете в группе О том составе вооружения, которое он несет О том количестве топлива на борту, которое имеется у этого самолета Самолет командира или его комплекс Выдает ему наиболее оптимальное распределение целей По самолетам, соответственно, эскадрильи или звена При этом сам командир, естественно, может вмешаться в этот процесс И перераспределить или переназначить цели между своими самолетами А может просто поднять руки и наблюдать за тем, как эту задачу решает его бортовой комплекс Вот еще одна особенность истребителя Су-35 То, чего раньше не было ни на одном другом военном самолете Вот эти желтые полоски, которые светятся в ночи Расположены они и на крыльях, и на келях, и в хвостовой части, и в носу И обозначают габариты самолета Называются это строевые огни И вот тут возникает вопрос А зачем вообще самолету нужны габаритные огни? Ведь это не машина, которая ночью движется по трассе И своими габаритными огнями обозначает размеры И таким образом предотвращает столкновение В кого вообще можно врезаться в небе? Ответ простой Врезаться можно в своих И вот эти строевые огни нужны для того, чтобы идти группе ночью В режиме, внимание, радиомолчания Су-35С В следующий раз Готовно, на нём Он самолетUE Су-35С Вы уходите в себя Но здесь еще Утро Су-35С Разрежет Су-35С Су-35С Трансит Су-35С Су-35С Вам Су-35С 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 Мы снимали это в Комсомолске, на Амур. Вообще, весь мир смотрит в борьбе против террористов в Middle East. Здесь, в Азербайджане, пилоты из Су-35С участвуют для ночи ночи и ночи бомбирования. В addition, никто не обрадовался на миссии садов. Пилоты из Комсомолск и Су-35С, в частности, которые могут быть готовы 24 часа в день, чтобы уничтожить и уничтожить, если что-то случится. Все мы знаем, что солдат в армии по тревоге должен одеться за 45 секунд, пока горит спичка. Так вот, в случае с авиацией, времени 2 минуты, но и одежды здесь в 2 раза больше. Что ж, проверим. На старт. Внимание, марш. Тревога. Поехали. Продолжение следует... ...so that in case of ejection, you wouldn't lose them, which is quite possible. Just take a look at the SW-35 Ejection-C tests. Вот в таком виде летчик не выходит, а именно выбегает на боевое дежурство. В этот момент на нем ВМСК, высотный морской спасательный костюм. Дело в том, что это Дальний Восток, рядом Тихий океан. И в случае любой нештатной ситуации надо быть готовым к приводнению. И неважно, зима или лето, этот костюм надевают всегда. И вот в чем достоинство самолета Су-35? В том, что в этом костюме наконец появилась вентиляция. То, чего раньше не было, и поэтому летом в нем гораздо комфортнее, чем было раньше. Сейчас остается самое важное, чтобы сидеть в кокпит и подниматься на маске и закрепить на кокпит. Как и другие Су-35-кипы, Су-35-суто также тестировано, Их в воде. Пилот прыгает в воду. В этом моменте он должен инфликнуть два корабля, которые выглядят как живой-буэй-ринг, и слегка слегка слегка. Теперь, что мы видим пилота Су-35-суто, что у нас есть во время боевого дежурства? Это по три ракеты с каждой стороны. Это настоящие боевые ракеты? Да, это настоящие боевые ракеты. Данная ракета Р-27Т, то есть тепловая, с тепловой головкой самонаведения. Для чего она используется? Для атаки в заднюю полусферу теплоконтрастных целей. Вот эта вторая ракета, она для чего? Данная ракета радиолокационная, для уничтожения целей радиолокационных на большом расстоянии. В этом случае, сутки и миссии имеют много в общении. Все, кто думает, что они не будут использовать их, но это стоит быть готовым. На случай ближнего боя, что есть? На случай ближнего боя есть ракета Р-73. Вот эта. Вот эта данная. Также с той стороны аналогично вести. Также с тепловой головкой самонаведения. A unique trait of this missile is that you can fire it even from 1,000 feet, which is very close to the target by modern Air Force standards. As a person who has flown on the Su-35 simulator, I can say that it's not that hard to fire missiles at supersonic speeds. The aircraft helps you even here. Сначала одну ракету, потом вторую. И теперь летчик точно так же может поднять руки и наблюдать за полетом. А мы же можем подойти и посмотреть, куда полетели ракеты. Мы поставили сейчас тренажер в такой режим, когда самолет сопровождает летящие ракеты. Вот они. Раз, два, две выпущенные нами ракеты. И видим, что самолет двигается четко за ними. Комсомолск. Комсомолск. Пилоты perform their border duty in those very helmets. То есть управление идет или целью указания этой ракеты осуществляется от головы летчика-истребителя. Или от головы летчика. То есть правильно я понимаю, я поворачиваю голову вправо, головка тоже. И чувствительный элемент головки самонаведения поворачивается синхронно с головой летчика. Также, this little monocle-like глаз lets you aim your missile dead on target. By the way, speaking of close combat, aside from its innovative electronics, this is why the Su-35S has a good old 30-millimeter cannon. Однако, вставить канон или вставить миссию не так сложно. Чтобы выполнять пресчетный строк с несколькими бомбами это другая история. Теперь это самый высокий класс. Чтобы их раньше летали, можно было бы достичь такой же цели. Очень сложно. Чтобы называть 4++, генерационный бойцер будет взять более, чем быстрый флайд и бомбинг. Модерная морфира чаще всего является электронными противопоказательными системами, а не проектили. Если говорить про появление этого истребителя в Сирии, то тут еще большой вопрос, чем он напугал воюющие стороны. Говорят, вовсе даже не ракетами, которые на данном конкретном самолете отсутствуют. Ракета вещь мощная, но предсказуемая. Тут есть кое-что поинтереснее. Вот комплекс радиоэлектронного подавления. The effect of the new system on enemy electronics can be compared to the effect of tear gas on human eyes. There's no visible damage, but these symptoms also include blindness and disorientation. Everyone understands the meaning of subject to radiation. Besides disorientation, the enemy can simply grow bald, or, for instance, find out that some of his organs are failing, including the reproductive organs. They say that's another reason why foreign aircraft are so afraid of meeting our Su-35S in combat. Are they saying that each of his flight and landing is following? Yes. They say that each of his flight and landing is following. And the planes, as I already said, from foreign countries, from the coalition, they try to be on the side of this plane. If it's not a secret, in which direction the enemy will fall? Well, this information is quite closed, so... To complete the task, he has everything. At this point, we should reassure our viewers that our pilots are protected against electronic warfare. The technology, however, is classified. But when it comes to chemical warfare, there are no secrets. Despite the fact, that chemical weapons haven't been massively used for a hundred years, you should prepare anyway. Now, on the aerodrome of Zemge, the episode of the landing of the plane on the aerodrome, where there was a chemical attack. The aircraft was on the ground, and they immediately give him such a... such a costume. This is chemical protection. At this point, the aircraft is breathing with the liquid that was preserved in his cabin. And at this point, the pilot is wearing a countergust. Only after that, he opens the light. And they will give him the light After that, the light will give him the light. He is in the safety complex. which is, of course, not that spacious. But like in the movies, you'll have to adapt to survive. The aircraft will send a plastic bag right to the cabin. There he will be hiding. Here, on the ground, there is a plastic bag, a plastic bag. At the same time, the airfield staff do their job. However, the real threat for a plane is still a real enemy, be it another aircraft, a helicopter, or an anti-aircraft artillery system, not poisonous gas. Like it or not, the tragedy of the Sioux 24 in November 2015 still comes to mind here. So, this is just like in a case with a human. To prevent such a lethal strike to the back, besides strong fists represented by missiles, you'll need vision, including the from the side to see who is going to hit you and where from. Do I understand that the strength of this aircraft is just in this thing in the phase-related gate? Well, you can probably say that one of the elements of this aircraft, its specific component, is this location with the phase-related gate, which, compared to Su-27 has increased length, which, for example, in the same situation, as we said, in Syria, would allow to, of course, find the enemy at a greater distance, and provide certain measures. And here's another comparison. the European Typhoon radar has a range of 60 miles, the French Rafale 90, the American F-18 120, the Su-35S can see 248 miles away. But any radar has a weak point. A radar can see only moving targets. so if we want to hit an enemy object about 100 miles away, albeit slowly, it has to be moving. It's easy to guess that the most unreachable target in this case is a helicopter. And so, we're beginning with a test, which the majority of the world's planes would probably never pass. To test how the powerful Su-35S radar works, we have sent our correspondent, Filip Ribalko. He'll test the far side of our fighter aboard the Mi-8 helicopter. Not many know, but one of the most difficult on the plane is the plane. Well, let's try to play Su-35 with the dog dog. Sokol! 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 Listen to me! Sokol, Go at Miss você could we natively and perhaps Even maybe points to the distance of the Kilometer astre Remig will not hold pie on a На такой высоте и на такой скорости вертолёт – это очень сложно. Ну что же, усложним задачу. Олег, подскажите наши действия сейчас. Мы зависаем на высоте 20 метров, пытаемся спрятаться от истребителя Су-35, потому что мы для него в этом положении тяжёлая цель, трудно. Мы вас видим! Вы встали! Олег, нас обнаружили! Да, он всё-таки нас обнаружил, и мы возвращаемся на посадку, идём на базу. Да, на этом радаре есть специально разработанный нами режим. Он так и называется – режим вертолёт, в котором мы можем сопровождать не только летящий вертолёт, но и висящий вертолёт. Су-35. Продолжение следует... The European Typhoon can simultaneously see 10 air targets. The French Rafale can track 15. The American F-18 can track 4 ground targets, but can only aim in the air. I'll remind you, our number is sufficiently bigger. 30. But that's not all. It's worth noting again that all the foreign aircraft mentioned can engage only 4 targets at once. The Su-35S-8. However, the Eerbis is good not only in combat, but also in reconnaissance. For instance, while flying over enemy territory. This map is an incredible thing. You can fly in the clouds with zero visibility. And then, at your command, the fighter generates an electronic copy of the ground below you. Now you can see the houses, cars, streets. Everything spreads out before you and in real time. So, when we say 3D, we can imagine such a situation. You fly along the canyon in the sand. From the left wall, from the right wall. You also saw these walls? Yes. I think I will see them. Of course, it would take a Superman to track all those systems while controlling the aircraft. But, the Su-35 is designed on the principle of two brains are better than one. And, though this is offensive to humans, the pilot's brain here comes in second place. The electronic brain is first. In the meantime, the plane itself was born in the Komsomolsk-na-Amur. In Moscow, they create, if you can say it, the most smart, the most smart part of it will be placed next to the pilot's cabin. Here, in this black box, the body of Su-35. Later, in this box, there will be information about the flight, the navigation, the weapons, the data from the aircraft. But, it's clear that before putting the sensor on the real plane, we need to check it out. Here we see how the testing of these devices is passed. From here, the information is coming from where? Right, in the pilot's cabin. And here, it is attention to the point that in the Su-35 cabin, there is no one analog device. Yes, the information is available on the flight indicators with the sensor on the sensor based on the JK-matrix. This means that we now have one screen instead of dozens of devices. We civilians can easily understand how convenient this is, since a smart phone or tablet has replaced dozens of other devices. On this plane, there are large information screens, even on輸送s, all the devices are readable. All the devices are doubled, all the parameters of the flight can be recorded from any screen, from any screen, from any screen, from any screen, from any screen. So, it is very convenient for working. Anyway, isn't it too scary to change a computer with so many vital functions? What if it fails? Well, absolutely everything on a modern aircraft has a backup. That's why the Su-35 has two electronic brands instead of one, just like this installation. All of this means that the Su-35S is not just a link between the fourth and fifth generation. Everything is way more serious. Three years is a warranty repair term for a car, but the lifespan of each Su-35S is a warranty repair term for a car. The Su-35S is 30 years. Of course, the fifth generation aircraft will appear during this time. The T-50 will join the ranks, but the Su-35 has already filled a unique niche. It's the best we have right now. Moreover, it's simpler and cheaper than what we'll have in the future. And that makes it irreplaceable. We will. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова